Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана. Каждый раз, когда мы показываем нашу коллекцию винограда, когда мы показываем наш урожай, у многих из вас возникает вопрос, какой же сорт самый лучший? На самом деле, выделить лидеров достаточно сложно. Потому что кто-то один хорош в одном, кто-то хорош в другом, кто-то в третьем, кто-то целым комплексом каких-то качеств. И, конечно, мы любим всю нашу коллекцию и все наши формы. Иначе они просто не появились на нашем участке. Но все-таки сегодня мы будем разговаривать о лидерах. И поговорим о самом вкусном сорте в нашей коллекции. И этот лидер – это сенатор Павловского. Он у нас уже достаточно давно в нашей коллекции, но рос в открытом грунте. Да, мы знали, что у него поздноватые сроки созревания. Посадили его в пристенки, но пристенок там своеобразный. Это западная сторона. С утра там солнца маловато. И к вечеру нам тоже солнца маловато, потому что тень от дома появляется. Особенно, когда уже дело ближится к концу лета. Здесь у нас сенатор Павловского. Это его первое плодоношение. Ну, как видите, тоже 125-135 дней. Он уже полностью окрасился. Отчетливо чувствуется нотка муската, потому что сенатор именно характеризуется таким очень сильным мускатным вкусом. Единственное, чуть-чуть можно добрать сахар. Ну, с учетом того, что погоды сейчас такие были серые, дождливые. И с учетом первого плодоношения, это вполне нормально. Да, мы собирали с него урожаи. И в один год, когда была хорошая еще теплая осень, ну, более-менее на солнечной стороне ягода была такая достаточно съедобная. Особенность этого сорта в том, что он поздно теряет кислоту. И вот это проблема. То есть, с одной стороны, мы понимаем, что да, ягода такая вкусная, ароматная. У него ярчайший мускат. Просто невероятный. Но проблема с кислотой, она была. И если чуть-чуть сезон какой-то был не совсем удачный, плюс, конечно, мы его нормально грузили, и повторюсь, несмотря на пристенок, это все-таки не самое лучшее место для такого сорта, с таким сроком созревания, то распробовать мы его в полной мере не могли. Ну, и, в принципе, решили, что попробуем его привить в теплицу. Вообще, посмотрим, как он себя там проявит. Ну, если нет, будем прощаться. И вот в этом году он дал в теплице урожай. Пока что небольшая гроздочка. Дело в том, что мы вообще его выращивали в открытом грунте. Но ввиду того, что последние годы у нас очень сильно сокращается вегетационный период, то весна не очень, то лето не очень, то еще что-нибудь не очень, мы решили попробовать перенести его в теплицу. И вот здесь он на прививочке. Ну, что вам хочу сказать, что, конечно, мы распробовали, наконец-таки. И сорт просто обалденный. Ну, вот здесь гроздочка рядышком, вон еще одна есть. На 11 сентября все, он полностью готов. Очень сладкий, очень яркий мускат. Хрустящий, сочный. Берешь ягодку, она прямо во рту взрывается. И вот эта вот палитра вкусов, просто даже сложно это словами описать, потому что очень вкусно. Вообще аромат муската у него появляется очень рано. Но поздно уходит кислота. Вот для того, чтобы ушла кислота, ему нужно тепло. В открытом грунте, да, он у нас ароматику набирал. Но еще оставалась кислота. И, ну, конечно, для вкуса так себе. А вот в тепличке на 11 сентября все абсолютно полностью готов. Никакой кислоты, только сладость, мускат, сочность. Ну, очень-очень вкусный. Ну, с лозу у него никогда проблем не было. Все нормально вызревает. Причем мускат такой, он с одной стороны яркий, с другой стороны, вот на мой вкус, он не парфюмированный. Да, есть такой вот парфюмированный мускат. Немножко может быть стервкостью, и его любят не все. А этот такой мускат, мне кажется, с какой-то цитронной ноткой. Такой, ну, вот съел одну ягоду, и тут же хочется еще, 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 еще. Просто вот невозможно остановиться, насколько это вкусно. И мне даже сложно найти какие-то слова, чтобы действительно в полной мере описать вот этот ярчайший вкус. И, конечно, в нашей коллекции много мускатных сортов, и много чего мы перепробовали. Но сенатор Павловского я смело могу выделить в лидеры и сказать, что да, это самый вкусный. Вот на сегодняшний день из того, что мы имеем, это самый вкусный сорт. И, несмотря на то, что он лидер по вкусу, да, у него есть определенные, скажем так, может быть, для кого-то неприятные моменты. Вот то, что я уже озвучила, это то, что поздно уходит кислота, и все-таки срок созревания у него большеват для открытого грунта, по крайней мере, вот в Минской области. Хотя, может быть, если бы он сидел, например, на этом, на втором участке, где-нибудь вот на южном пристенке, вот у меня за спиной срай, это южный пристенок. То есть вот здесь вполне вероятно, что он бы набирал нужные кондиции. Но на дачном участке у нас таких возможностей нету, таких замечательных пристенков нету, поэтому он переехал в теплицу и в теплице останется. И я вам скажу, что вот, распробовав его в полной мере, мы понимаем, что это того стоит. То есть немножко повозиться, найти ему такое вот самое уютное местечко, либо посадить его в теплицу, это того стоит. Ну, а я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии под видео, нажав кнопку «Еще». Ссылка на каталог наших сортов винограда и мои контакты. До новых встреч!